Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А еще ввести возрастной ценз для соискателей на должность мэра Минимум 30 лет Эти и другие предложения, вносить которые депутаты могут до пятницы Народные избранники решили рассмотреть на комитете еще раз Прежде чем выносить вопрос на Думу Я предлагаю перенести этот вопрос на неделю И рассмотреть комитетом повторно Уже ознакомившись, учитывая все предложения Которые были сегодня высказаны и внесены Согласовав также с прокуратурой И рассмотреть данный вопрос Полицейские высоко оценили помощь Народных дружинников В связке с которыми работают третий месяц Сегодня в администрации состоялась коллегия При мэре, одной из ее тем стало Обеспечение безопасности на улицах Благовещенска В народной дружине Которую в Благовещенске организовали По инициативе Александра Козлова Работает 12 человек Добровольцы не только патрулируют улицы города Но также принимают участие в рейдах по незаконной торговле Однако по оценкам специалистов Таких ответственных людей В помощь правоохранительным органам Нужно не меньше 40 Поэтому на коллегии решили провести добор В ряды дружины Кроме того, собравшиеся отметили Рост преступности среди несовершеннолетних Чтобы снизить этот уровень Нужно сделать упор на профилактику В особой зоне риска Абитуриенты и студенты Первокурсники, приезжающие из районов Зафиксированы случаи изготовления, употребления И распространения имя наркотиков в общежитиях О проделанной работе полицейские и сотрудники образования Будут отчитываться ежемесячно Приют «Дружок», в котором нашли временное пристанище бездомной собаки Стал объектом пристального внимания Специалистов управления ЖКХ и волонтеров Поводом, впрочем, стали не нарушения муниципального контракта А желание помочь Добровольцы хотят пристроить Семь десятков четвероногих в добрые руки Все они прошли ветеринарный контроль И получают двухразовое питание Но глаза у собак все равно печальные Ольга Туманец продолжит Громогласный алабай в приюте, как белая ворона Самый породистый и самый крупный Почти год собак, услоняющиеся по городу, не ловили Думали, что у такого питомца точно есть владелец Но время шло, и копились жалобы от горожан Которые боялись одного вида четвероногого Полгода назад хозяева приюта забрали его Но больше шести месяцев содержать животное они не имеют права Поэтому ищут ему нового друга Как и другим питомцам Помочь в этом вызвались волонтеры Хотя бы начать курировать животных Хотя бы с небольшого количества Например, одного, трех Размещать их фотографии На порталах, в газетах И искать им хозяев Вячеслав Золотарев, владелец приюта, признается Хотел на этом участке дом строить А построил приют Называет его временная гостиница Питание здесь двухразовое В день постояльцы всего их 70 Съедает 40 килограммов еды 50 рублей, выделенных бюджетом на каждую собаку Конечно не хватает, продуктами вручают гипермаркеты А в соседней пекарне покупают бракованный хлеб Крупы, макароны, там что-то такое готовим Ну плюс и покупаем сухие карманы Мясо, которое уходит на производство куда-то А кости отдают нам Тоже кормим животных Животные в принципе у нас получают Корм разнообразный В том числе и мясной Приют рассчитан на 100 животных А летом, когда на территории построят открытые вольеры Место станет гораздо большим Вот только отловить специалисты могут от силы еще 6 собак Финансов на новых постояльцев пока нет Мы написали дополнительно, чтобы нам выделили субвенцию Чтобы еще дополнительно отлавливать животных Как деньги придет финансирование, так и продолжим работу Между тем зоозащитники настаивают Дешевле стерилизовать собак, нежели содержать Специалисты управления ЖКХ объясняют В данный момент нет денег ни на то, ни на другое Ольга Туманис, Ирина Кобзарь, Александр Матвеев Программа Город 25 мая выпускники школ пишут первые ЕГЭ По географии и литературе А всего в этом году единый экзамен готовят создать Более 1140 благовещенских школьников И шансов воспользоваться шпаргалками у них не будет Как и в прошлом году, пункты проведения экзаменов Благовещенских будет 9 Оборудуют видеонаблюдением с онлайн-трансляцией Примут и другие меры безопасности На входе участники ЕГЭ проходят В соответствии с порядком проведения ЕГЭ, проверку металлодетекторами И пункты проведения в этом году Планируются оборудовать устройствами Подавления сигналов подвижной связи Новшества коснулись и предметов Которые будут сдавать выпускники Например, знания по математике Можно будет проверить как на базовом Так и на профильном уровне Или же выбрать оба А иностранный язык и вовсе планируют принимать два дня В первый день школьники сдадут письменную часть Во второй состоится устный экзамен Кстати, устную часть выпускникам сдавать не обязательно Вовсе не ЕГЭ, а предстоящий летний отдых Волнует большую часть школьников Чей учебный год завершится в ближайшую субботу В загородные пришкольные лагеря Смогут отправиться нынче 1200 ребят Если, конечно, их родители поспешат за путевкой В этом году их продают уже с учетом компенсаций Сколько стоит отдохнуть с пользой для здоровья И где можно приобрести билет в лето Узнаете из следующего сюжета Уже через две недели корпуса загородных лагерей Наполняются детскими голосами На первую смену в Вагонек и Гагарина Примут 330 ребят А сегодня в столовой расставляют столы И ждут Роспотребнадзор Они нагрянут с проверкой со дня на день Им все покажут и расскажут Впрочем, куда нагляднее было бы прийти на завтрак Если, например, есть у нас каша А ребенок, может, ее, например, не любит То и яйцо можно вареное И омлет То есть у нас из двух блюд состоит завтрак У нас очень такой сильный завпроизводство Который работает непосредственно в этом лагере Уже больше 15 лет Питаться ребята будут 6 раз в день А еще петь, танцевать, загорать И купаться всю смену Шоу, дискотеки, викторины по безопасности дорожного движения Кроме того, с прошлого лета в лагере Огонек Проходит акция «Бессмертный полк» Патриотично, да Когда приехали родители С портретами своих отцов, дедов Мы красивую, хорошую программу сделали И уже правнуки несли эти портреты И мы четко понимали, что они понимают, что происходит И для нас было гордо, что наше молодое поколение вот так отнеслось Путевка в Огонек обойдется родителям в 19 с лишним тысяч рублей В Гагарина еще дешевле В 16 600 Это уже с учетом компенсации из городского бюджета Первая смена стартует 5 июня Поэтому горожанам стоит поторопиться Билет в лето можно купить на Зейской 140 С 9 до 19 часов И не только Мы приглашаем родителей на площадь ОКЦ Где в субботу и воскресенье мы тоже попробуем продавать путевки с 2 часов до 5 В выходные дни в субботу и воскресенье И 6 июня в день города в парке городском Будет тоже палатка центра оздоровления И мы тоже планируем продавать там путевки Конечно, на фоне заграничных курортов амурские лагеря выигрывают Кризис – это шанс вернуть детям пионерское лето Делятся мечтами воспитатели На море дети смогут поехать и сами, когда вырастут А вот в лагерь уже нет А накануне в детском оздоровительном лагере имени Гагарина провели акарицидную обработку против клещей Эти насекомые очень активизировались в последнее время С жалобами на укусы в Роспотребнадзор обратились уже 70 амурчан Сколько клещей нашли в загородном лагере и какова вероятность встретить в окрестностях Благовещенска насекомое, зараженное энцефалитом, расскажем прямо сейчас Вообще каждый сантиметр берем радиус, откидываем флаг Флагокилометр – так называется метод исследования Простейший, но самый действенный для учета поголовья клещей на квадратный километр зеленой зоны Спецодежда энтомологов белоснежная и флаг-ловушка тоже только белый Белый флаг и белая одежда – это в первую очередь для удобства зоолога-энтомолога Когда мы выходим на объекты, естественно, белый флаг нужен, чтобы на флаге было видно, есть ли клещ или нет Ну, конечно, многие есть такое расхожее мнение, что клещи только садятся у нас на белую ткань Нет, у нас клещи также могут садиться на любую ткань, на черную, на белую Если опасное насекомое находят, его помещают в специальную пробирку и отдают на исследование в лабораторию Только после находки клеща территорию есть смысл обрабатывать ядами Впрочем, в детских учреждениях это правило не действует К примеру, в лагере имени Гагарина опасных насекомых не нашли Но работать пришлось Территорию обработали исключительно по периметру Свои ядовитые свойства инсектициды сохраняют в течение нескольких месяцев Поэтому ради безопасности детей специалисты делают невидимый барьер против клещей Оставляя саму территорию чистой Да и эта мера, скорее всего, профилактическая Амурская область, она по своей сути не является эндемичной по клещевому энцефалиту Есть районы, которые находятся в зоне риска Это Тындинский район, Свободненский район, Бурейский район, Благовещенский район, Ивановский район и Тындинский район Не являются эндемичными по клещевому энцефалиту Мероприятия, которые проводим мы, они носят комплексный характер, они носят профилактический характер Это подтверждает и практика санитарных врачей По данным Роспотребнадзора, только за последнюю неделю специалисты исследовали более 70 клещей Их принесли на себе амурчане Но ни одно из насекомых не было заражено энцефалитом Наталья Бернацкая, Наталья Спицына, Денис Лугов, Программа «Город» В 2015 году в Благовещенске установят сразу три мемориальные доски, посвященные известным амурским писателям Их разместят на домах, где творцы когда-то жили С инициативой увековечить память Бориса Машука, Игоря Еремина и Виктора Яганова Выступила Амурская областная общественная писательская организация Прежде чем обратиться к депутатам за поддержкой, активисты детально проработали вопрос совместно с городской администрацией Были даны рекомендации непосредственно по изготовлению досок в единообразном стиле По размещению на тех или иных фасадах Данный вопрос проработан и с управлением ЖКХ, и с управляющими компаниями Для того, чтобы доски были размещены непосредственно на тех фасадах, где будут иметь достойный вид Помимо портретов и текста на табличках разместят QR-коды При помощи которых любой желающий сможет узнать всю информацию о писателе в сети интернет По задумке организаторов, памятные доски станут первым шагом к созданию литературной тропы в Благовещенске По которой можно будет проводить культурные экскурсии Доказать, что их возможности ничем не ограничены, решили амурские школьники Участники 4-й спартакиады детей-инвалидов На соревнования, что стартуют завтра в областной столице, съедутся спортсмены со всех уголков при Амуре А пока гости из районов пакуют чемоданы, Благовещенская сборная в поте лица готовится к предстоящему состязанию Пловчиха Олеся Владыкина в аварии лишилась руки А уже через 5 месяцев взяла золото на Паралимпиаде в Пекине Неоднократный призер международных турниров, паралимпийский чемпион подзюду Олег Критсул Большой спорт вернулся после полной потери зрения Легкоатлет Алексей Ашапатов свой первый мировой рекорд поставил в 2008 году Спустя 6 лет после потери ноги Равняйся! Смирно! Здравствуйте! Этим пара спортсменам пока покорился только город Но уже завтра они сразятся за областные трофеи 15-летний Рома надеется сразу на две медали в шашках и дартсе Последний пока дается с трудом У парня атрофия зрительного нерва Это не страшно, улыбается школьник Главное, что он везунчик, да и техника прицеливания у него особая Подсмотренная у именитых спортсменов Я, если честно, вообще раньше ничем не занимался Сидел на диване и ничего не делал Телек смотрел Потом бускетбол начал играть Я вот сейчас на соревнованиях второй раз участвую Мама наорала, что ничем не занимаешься Пошел заниматься сначала так Ну, чтобы что-то делать А сейчас вот сам хожу занимаюсь Интересно стало Благовещенск на областной спартакиаде инвалидов Представят 10 ребят 8 из которых воспитанники 13-й школы Здесь у них есть все условия для тренировок Они проходят дважды в неделю Этим спортсмены не ограничиваются Их трудолюбию здоровые могут только позавидовать У нас мальчик один приходит постоянно на стадионе Занимается утром, выглядывая в окно Он бегает Девочка занимается конным спортом То есть они стараются по мере возможностей и сил Участвовать в спортивном развитии Завтра каждому из спортсменов предстоит выступить в двух дисциплинах Такая задача, уверены благовещенцы, им по плечу Тем более, что шансы на победу от этого возрастут вдвое Юлия Мишурнова, Денис Лугов, программа «Город» Проверить состояние своего организма Благовещенцы смогут во время марафона здоровья Он стартует в субботу в половину девятого на площади УКЦ Пройти около десятка медицинских исследований Попробовать себя в сдачу норм ГТО может любой желающий Между тем, другая акция Ярмарка здоровья уже готова выйти за пределы города Модель, предложенная проведение ярмарок здоровья Как вы знаете, это модель равный равному Когда в аудиторию к школьникам приходят студенты Старших курсов медицинской академии Делятся своими знаниями Это позволяет вот эту сухую стандартизированную информацию Подать в неформальной обстановке Школьник начинает задавать интересующие вопросы Позволяет раскрыться и заинтересоваться этой темой Год от года ярмарка охватывает все больше горожан Сначала к ней присоединились СУЗы А три года назад к программе подключились и родители Сейчас организаторы планируют продвигать ярмарку здоровья За пределами Благовещенска Недавно на эти цели они получили грант в размере 75 тысяч рублей На этом наш выпуск подошел к концу Я с вами прощаюсь и напоминаю Следить за новостями удобно с помощью нашего сайта tv-город.ру Связаться с новостной редакцией можно по телефону 52-42-02 Или просто напишите нам сообщение в Одноклассниках, ВКонтакте или Твиттере Приятного вечера и до встречи в эфире!